Сочинские конькобежцы приняли участие в первенстве Краснодарского края по шорт-треку. Соревнования прошли на арене Ледового дворца «Большой». На этом льду ребята, которые всегда готовы вступить в гонку. Скорость, реакция, дисциплина и бесконечное движение вперед – вот что удерживает спортсменов в этом виде спорта. На Кубани шорт-трек считается динамично развивающимся. В нынешних соревнованиях в первенстве Краснодарского края и одновременно города Сочи участвовали 50 человек. Для них это была возможность получить путевку на всероссийские соревнования. Первые четыре девочки и четыре юноши поедут на соревнования, где будут бороться с Москвой, с Подмосковьем, с Рыбинском. Это уже у них будет отбор на финал первенства России. То есть есть за что бороться. А возраст детский, младший возраст – это для них больше как праздник. И вообще для всех детей праздник, конечно. Для детского и младшего возраста эти соревнования проводятся между собой. Потому что у них соревнования более младшие начинают позже, ближе к декабрю. И там ближе к декабрю мы также проведем соревнования, на которых будем отбирать уже более юных спортсменов на всероссийские соревнования. Этот спорт – шорт-трек – у нас довольно-таки хорошо развивается. Есть профессиональные опытные тренеры, которые работают. И родителям нравится. И детям очень нравится. Потому что этот спорт многогранен. То есть он развивает абсолютно все группы мышц. Популярность шорт-трека пока не так высока, признаются сами тренеры. Тот бум, который начался в крае после Сочинской Олимпиады, немного спал. Многие просто не понимают этот вид спорта. После Олимпиады 2014 года был бум этого вида спорта. Но сейчас, конечно, возможно, где-то немножко подугас. Но мы прилагаем все силы, и руководство прилагает все силы для того, чтобы этот спорт развивался. И дети на самом деле идут. Потому что, да, я согласен, что это не массовый вид спорта. То есть есть такие виды спорта, где детей с рождения к ним готовят, и которые показывают по телевизору, транслируют. У нас нет такой рекламы. Но придя в спорт, я хочу сказать, что, по крайней мере, я вижу здесь, что довольно-таки небольшая текучка. То есть, которые дети приходят к нам заниматься, ну, как везде, конечно, уходят дети. Но не как в других видах спорта. То есть дети все-таки цепляются. Они как бы... Это немножко скрыто от глаз. Но когда они это открывают для себя, И родители, дети понимают, что это очень захватывающе, интересно, многогранно, как я сказал уже, и разнообразно. То есть мы бегаем, прыгаем, крутим велосипед, катаемся на роликах, делаем и занимаемся на улице, и плаваем. Одна из наших целей, которую мы ставим перед собой вместе с тренерами, с руководством, это добиться самых высоких результатов. И вывести команду на конкурентный уровень, как на российский, так и на международный. Чтобы не один человек, а чтобы была прям команда, которая могла конкурировать со всем миром, на международном уровне. И, естественно, первоначальная наша задача, как и, я думаю, всех тренеров, это чтобы наши дети, которые у нас занимаются, были здоровы. Ребята на Кубани по мне очень перспективны, потому что вот, да, на Кубани здесь, в Краснодарском крае нету зимы, но когда они приходят на лед, и когда человеку этого не хватает, и он делает то, что, возможно, тот, кто привык к льду, тот, кто привык к снегу, к морозу, они как бы уже смотрят так на лед, да, он есть, мы катаемся. А дети, которые здесь, они очень куритоспособны. Немного направить их в правильном русле, помочь на начале тренировочного пути, соревновательного пути, и у них обязательно все получится. И характер у здешних ребят, и у девочек, ну, я бы сказал, нисколько не уступает сибирским характерам, которые у нас по всей России всегда, вот сибирский характер. Вы пообщайтесь и посмотрите, как участвуют в соревнованиях в Южане, тогда будет видно. На самом деле шорт-трек не просто бег на коньках, но и тактическая борьба. Здесь нужно не только разложить силы на дистанцию, но и предугадывать планы соперников. Необходимо быть расчетливым и сохранять холодную голову, несмотря на то, что это гонки. К слову, шорт-трек – один из самых стремительных и захватывающих видов спорта, объединяющих в себе не только физические нагрузки для гармоничного развития ребенка, но и прививающий стремление быть всегда в лидерах. Овальный ледяной трек вскружил голову десяткам юных кубанцев и стал их главным увлечением. Скорость, мотивация, драйв, кап – это очень интересно. В нашем виде спорта очень сложно удерживать себя на коньках, позицию свою. Надо за каждую секунду бороться. По результатам соревнований сочинской командой я могу с уверенностью сказать, что скоро мы выйдем на международный уровень. Мне подходит этот вид спорта, потому что я не люблю, когда там танцуют, мне нравятся именно жесткие виды спорта, когда можно побежать или показать свой характер. Всероссийские – первый, второй, много разных мест. Хочу свою судьбу связать, ну, карьеру с этим видом спорта. Ну, хочу стать сначала спортсменом, ну, а потом уже пойти в тренера. Я занимаюсь четыре года и в этом году выполнила кандидата мастера спорта. Поверила в себя и пробежала. Это моя цель была. В этом году хочу на мастера прийти. Хочу попасть в Борму, хочу в Пекин попасть на Олимпиаду. Буду стараться. Ну, это некий азарт обгона, потом лед, опять же, такая опасность есть какая-то, но это завлекает. В Сочи есть все, есть лед, оборудование для стартов, для всего. То есть, вот, полностью закупили пистолеты для стартов, фишки, маты. То есть, в принципе, все условия есть для достижения высоких целей. Высокие достижения – это и есть главная цель тренеров Центра Олимпийской подготовки Краснодарского края. И на Сочи – большие ставки. Город-курорт – один из двух муниципалитетов края, где культивируется этот вид спорта. У нас есть, да, сборная Краснодарского края, которая формируется из детей сочинских и арнавирских детей. В других городах пока что нет у нас команд, хотя раньше была у нас команда в станице выселки. К сожалению, она пропала оттуда. Выжила свое. Очень надеемся, что в Краснодаре у нас будет развиваться этот вид спорта. А также и выселка все-таки, он возобновится. Появилось очень много ледовых аренд после Олимпийских игр. И мы рады, что в нашем субтропическом городе все-таки развивается такой вид спорта, как шортрек. Далеко не в каждом городе он есть. И очень хорошо, что у этих детей есть возможность проявлять себя в олимпийском виде спорта. И также составлять хорошую конкуренцию на российском уровне. Планы грандиозные. Цели большие поставлены. Очень надеемся, что мы все-таки в этом году приблизимся к своей мечте. И совместными усилиями нашего края пополним сборную России нашими спортсменами. Первенство Краснодарского края и города Сочи – это не только шанс представлять край на всероссийском уровне, но и возможность получить или повысить разряд, улучшить свое время. А еще почувствовать дух олимпийской борьбы, который до сих пор привлекает спортсменов в город Сочи. Итоги соревнований выявили явного лидера. Среди девочек – это сочинка Мадлен Минасян. Спортсменка оказалась сильнейшей во всех четырех дистанциях – в многоборье и на 500, 1000 и 1500 метров. Лидер среди юношей – Захар Андрианов. Воспитанник Центра олимпийской подготовки Краснодарского края. Редактор субтитров А.Семкин